добрый вечер здравствуйте уважаемые подписчики гости канала ролик посвятил сегодня неожиданной тематики никогда еще и не затрагивал хочу посвятить его великому и ужасному королю всей москвы 90-х годов сильвестру тимофееву я уже посвятил ему свой рассказ возмездия кто не смотрел найдите на моем канале но рассказ конечно как сказать фантастический и написал я его буквально за пару часов конечно он не отражает все детали жизни такой могучий и знаменитой фигуры а теперь хочу подробно остановиться на личности самого тимофеева сразу хочу сказать для юношей для вступающих на астезию криминала я целый год проработал с бывшим вором в законе по кличке черный многие новосибирске у нас его знали и до сей поры когда иван имя его изменил заходит в свой двор о нем рассказывают буквально легенды да свое время он здорово набедокурил как сам он говорит имел денег столько сколько в карман не вмещалось однако после событий произошедших в начале 90-х годов отошел отдел в общем-то он вернулся с того света его взорвали в машине только чудом остался жив и после этого он как бы просветлел и понял что оставаться более в роли вора ему не дадут либо смерть либо надо отойти отдел приведу его слова направленные к отсидевшим что четко характеризует его позицию ну чё ты отсидел 10 лет за что пойму ножом лоха и за это 10 лет на зону ты хоть понял что сделал баклан чалица залажу тебе не впаду 10 лет жизни за пьяные разборки и что ты там увидел узнал как пить чефир и как все решают заточкой еще вопросы есть и вот еще его слова я понял что господь отвел меня от беды и сохранил мне жизнь черный попал в автокатастрофку как я уже сказал с той поры повернулся он богу лицом и задумывался о смысле жизни от воровских дел отошел навсегда и предался заботам о внуках и детях я часто вижу его с пацаном в котором он души не чает в мир он стал философом и часто достает меня с интенсиями о боге и смысле жизни однако судьба его явно сложилась его же пользу а теперь перехожу к рассказу о великом и безусловно ужасном сильвестре тимофееве короле москвы 90-х годов слушайте и замирайте ибо личность безусловно гипнотическая и неординарная сильвестр миру просто сергей тимофеев родился в новгородской области в городе клин там работал трактористом и был в почете паренек 16 лет освоил трактор и как говорится пахал на удивление всем затем попал он в армию и по распределению угодил в кремлевский полк ну по тем временам а речь идет о середине 70-х годов святое место хотя для служивших в армии а я отношусь именно к таким кремлевский полк отождествлялся с термином рексы так еще называли курсантов разных военных училищ проще говоря люди живущие строго по уставу хотя уверен что дедовщина была и там она пронизала все слои советской армии проникла даже в афган где люди рисковали жизнью каждый день дедовщина возникла в армии примерно 70 года после того как стали призывать сидевших и возникли всякие разные коллизии с ними они стали подстраивать под себя всю структуру армии и это понравилось многим командирам зачем утруждать себя работать с лишним составом если можно сгромозить эту ношу на сержантов и прапорщиков а те также не желали вникать во всякие взаимоотношения и возложили это все на дедов и нембелей черпаков все армия уподобилась зоне отсюда эти все фразы базаров нет ты чё блатной что все это идет из зоны и последствия также впечатляют но вернемся к тимофееву и так после службы армии он остался в москве и стал работать в управлении механизации жил он в орехова борисова пригороде москвы еще до армии он стал заниматься спортом и продолжил это занятие сильно продвинулся на данной стезе сошелся с местной шпаной и личность его стала резко меняться он понял что честная работа приносит слишком мало денег а ему хотелось жить на полную катушку сильвестер обладал очень сильным характером магнетическим влиянием на других людей есть у меня теория что крепкие люди весом 85 килограмм и занимающиеся боксом карате или зудо сильно влияют на других все равно как и физики чем больше масса тем больше притяжение и все в мире подчинено одинаковым законам ничего с этим не поделать даже простое слово сказанное бугаем или двухметровым амбалом воспринимается совершенно иначе чем слово хлебака в очках весом 50 килограмм на данную тему есть альбом группы scorpions animal магнетизм где на обложке изображена женщина с собакой сидящая у ног мужчины как бы ни старались уйти от животного мира но человек все же остается приматом никогда он не отрешится от влияния плоти на все свои поступки скажу жестокие слова но и сегодня спустя шесть тысяч лет после как по нашей куце истории вроде бы как возникло человечество а я уверен что гораздо раньше человек так остался двуногим млекопитающим мужик это самец по своей природе а женщина самка все кто отрицает это либо кретины либо просто глупцы природа сквозит во всех наших делах и отношениях но умные и стойкие люди способны преодолеть свою природу забить на нее хотя бы некоторый период времени а слабые будут пускать слюни и бегать за самкой ибо более ни на что они не способны но вернемся к сервис сильвестру он быстро понял что люди внушаем и из них можно лепить нужное тебе словно бы из глины надо только упорно гнуть свою линию стоять на свою и вскоре он починил себе разрозненные банды орехова борисова занимавшиеся крышеванием наперсочников и вымогать в конце 80-х годов ссср разрешили частный бизнес пошли видео салоны разные кафе на вокзалах стали стоять проститутки и все это создало теневой рынок черного нала которые стали подминать крепкие ребята местной бандой под патронажем сильвестром восемь девятом году сильвестр угодил в тюрьму за вымогательство у одного кооператора рядовой уголовник чалился бы весь срок а припаяли ему пять лет но тимофеев каким-то чудом а скорее всего вступив в сговор с ментами и заведя там нужные связи через два года выходит на свободу 90-ый год расцвет российского бизнеса целиком основанного на деньгах криминала и бородков и появление банков вызвало у тимофеева новые идеи зачем щипать всякую мелюзгу если можно играть по крупному и он решает всерьез заняться именно банками и казино и всеми другими злачными местами которые приносят наибольший доход в бригаде сильвестр наводит жесткую дисциплину требует чтобы все бросили пить употребление наркоты карается смертью кроме прочего он внушает браткам что теперь они цивильные люди и нужно выглядеть соответственно поручено всем переодеться в костюмы никаких больше кожаных курток и зеленых штанов мало того запрещено носить татуировки и фиксы в зубах это карается понижением и вообще изгнанием из рядов к 93 году группировка ореховских стала привлекать благодаря сильвестру на разборке солнцевские измайловские и другие бригады тимофеев благодаря своему магнетизму подчинил и договорился со многими лидерами и стал некоронованным королем москвы никто и ничто не могло ему более противиться он наезжал на владимира кузьмина и аллу пугачеву которые вроде бы как имели серьезную крышу пытался покончить с самим борисом березовским взорвав его автомобиль с его подачи как пишут многие осведомленные лица был убит вор в законе глобус он же дугач ставленник кавказских группировок в москве и даже всесильный атарик квантришвили как утверждается к этому убийству приложил руку никто иной как сильвестр он залез везде и всюду и всюду устанавливал свои правила никто уже более не мог спорить с ними перечить всесильному лигу кончилось все плохо осенью 1994 года мерседес тимофеева был взорван на 3 тверской имской улице и грохот прокатился по всем близлежащим кварталом так погиб сильвестр это на сих пор ходят слухи что он жив и только и сценировал свою смерть а сам проживает то ли венесуэли то ли в бразилии но подтверждение этому нет король мертв впрочем как и все остальные другие лидеры тогдашних всесильных о пд все они давным-давно мертвы и это прямое предостережение всем кто хочет возродить данную тематику сто тысяч раз подумайте прежде чем делать подобное я думаю что сам господь бог наказал их за то что они преступили все законы мирские человеческие и в итоге перестреляли сами себя это ли не месть бога спасибо всем пока спасибо